Приветствую вас! Вы знаете, мне интересно было бы узнать, для чего вы, зачем вы написали своё имя и ваш возраст. Имя, интересно, зачем написали, если задали вопрос анонимно, а возраст написали, какое для вас это имеет значение. Я не уверен, что кто-то из моих коллег задал вам этот вопрос. Кто-то, может быть, считает его бесполезно, кто-то, может быть, думает, что вы в любом случае на него не ответите, вот, потому что вы задаете вопрос совсем про другое. Но мне кажется, что это тоже очень важно, потому что в психологии не бывает неважных вещей. Вот. Каждый момент что-то должно начать. Вот. Соответственно, начать нужно с этого. Да? Ещё раз подчеркну с возрастом. То есть, что для вас означает ваш возраст? Почему вы его написали? Зачем вы написали свой возраст? Что хотели этим сказать? Какой смысл в этом? Для вас. Не вообще. Для вас. Именно для вас. Вот. То есть, если это какие-то данные о себе, то это не данные. Потому что ни имя, ни возраст не даёт, в общем-то, никакой информации о вас, да? То есть, не раскрывает вас как личность, не характеризует вас никак, не показывает вас никак и так далее. Вот. Значит, соответственно, какую-то целью вы это написали. Может быть, возраст для вас имеет значение в том плане, что вы считаете, что пора уже семью создавать. Может быть, вы думаете, что ещё не опытны в отношениях. Может быть, ещё что-то. Не знаю. Это нужно разбирать. Но, тем не менее. Тем не менее. Может быть, вообще просто вы так представляете. Светлана. Я Светлана, мне 23. Вот. Не знаю. Но, тем не менее. Что-то в этом есть. И, соответственно, это, мне кажется, нужно разбираться. Вот. Далее. Вы пишите. Ага. Я встречалась с молодым человеком. Четыре с половиной года. Мы со школы знаем друг друга. Семьи знакомы. Всё хорошо. Ну, вот. Что именно всё хорошо, это интересно. Да. Особенно, если учесть, с какой проблемой вы обратились к нам. Вот. То есть, всё, видимо, настолько хорошо, что даже плохо. Вот. Я сейчас без сарказма, без иронии говорю. Вот. То есть, ну, как минимум, то, что вы считаете, что всё хорошо, была ошибка. Да? Вот. Значит, то, что вы пишите, что вы со школы знаете друг друга и с семьей знакомы, ну, я вам могу сказать и то, что школа означает привязанность. Привязанность означает не свободу. То есть, ну, если со школой знакомы, значит, прочно интегрированы в жизнь. Да? Вот. Вот. Если со школой знакомы, значит, самостоятельно вы не формировались как личности. Вот. Это значит, что в процессе взросления вы друг в друга вплетались. Как бы. Вот. И, соответственно, с одной стороны вы нуждаетесь друг в друге, а с другой стороны тяготите друг друга. Вот. Ну, мне кажется, что такая история. Именно здесь. Так можно предположить. То, что знакомы семьи, это, скорее, некий, некий элемент социального ожидания, я бы сказал. То есть, семьи знают, что вы вместе, семьи ждут, что вы сами создадите семью, семьи к чему-то принуждают вас обохину. Я не говорю, что обязательно принуждают вас. Да? Я говорю, что это возможно. Я говорю, что такой элемент есть. Вот. Такой элемент может быть. Не обязательно, что он есть, но он может быть. Вот. И это, в свою очередь, порождает давление. На вас и на вашего молодого человека. Бывшего, небывшего, неважно. Давление. Я должен соответствовать ожиданиям. Да? Вот. Вот, исходя из того, что мы написали, уже не всё хорошо. Исходя из того, что я прочитал, уже не всё хорошо. Да? Ну и дальше, то, что вы описываете, да? Вот. Так случилось, что мы поссорились. Не вы поссорились. Вы, Светлана, именно вы начали ссориться. Вы, Светлана, начали придираться обо всём и ни о чём. Вы, Светлана, стали это делать. Вопрос. Для чего? Вопрос. Какое было чувство у вас? Вопрос. Что стимулировало вас? О чём вы думали в этот момент? Чего хотели? Когда вы говорите, что мы поссорились, это снятие с себя ответственности. Но нет. Нет, Светлана. Поссорились именно вы. И вам это для чего-то было нужно. Тут очень много равных вариантов. Даже перечислять их все, ну, это очень долго. Да? Вот. Скажу только, что ссора, очевидно, была элементом сублимации, то есть выращением невыраженной энергии. И нужно разбираться, какая энергия и по какой причине не могла быть реализована естественным образом. То есть тут вот такой момент, да? Что вы поссорились и придирались именно вы, Светлана. Да? Но и с общей точки зрения это означает, что у вас копилось недовольство. Недовольство копилось. Оно накапливалось. Вы его не выражали по той или иной причине. Вы его не выражали. И вот в итоге это вылилось через ссору. Это значит, что вы не умеете говорить о своих чувствах. Это значит, что вы уже давно не чувствуете друг друга, а скорее всего находитесь вместе по, ну, я не знаю, по инерции, по привычке. Вот. Потому что ссора означает, нет чувственного контакта. Потому что люди не чувствуют друг другу, друг друга. И не говорят о своих чувствах в реальном времени. Это значит, что уже довольно давно вы друг друга обманывали. Скорее всего из-за тех причин, которые я назвал. Ну, потому что ваш вопрос, он вообще в целом довольно общий. Общий. На следующий день пишите вы А. Поссорились в пух-прак и расстались. Ну, опять же. Это бунт. Бунт против подавления, которое могло быть. Бунт против незвободы, которая могла быть. Бунт против неискренности, которая могла быть. Бунт против невроза. То есть человек не является самим собой. Почему? Да потому что в школе вы были одни. В подростковом возрасте вы были другими. В юношеств вы были третьими. И сейчас вы, ну, вы молодые люди, уже взрослые. Вы третьи. Третьи. По-моему. Нет, наверное, в школе, в подростковом возрасте. В юношеств четвертые. То есть четыре стадии прошло. Четыре кризиса, по сути. Как вот в возрастной психологии. Это называется. И четыре кризиса, четыре очень серьезные фазы перемен. И вы до сих пор вместе. Вот. Ну. Совершенно очевидно, что вы вместе по энергии. Совершенно очевидно, что может быть у вас есть чувства. Но свои перемены, которые были, вы не выразили партнеру. Из-за этого вы уже довольно давно, каждый, скорее всего, живет своей жизнью. Вот. То есть есть, как бы, вы вместе, это общественная жизнь. И есть, у каждого, личная жизнь. Личная жизнь. Вот. Ну, я не знаю, у вас или у него в большей или меньшей степени, но это есть. Вот. Это есть. Либо этого нет, но есть желание этого. От чего и ссора. Но, скорее всего, это и есть. Скорее всего, это и есть. И, скорее всего, скорее всего, что ссора и была нужна для того, чтобы почувствовать, наконец, свободу. Понимаете? Вот. Почувствовать свободу, почувствовать свою значимость, почувствовать, что я могу что-то сделать. Я могу что-то совершить такое, чего от меня не жду, и увидеть, какие последствия будут. Вот. То есть, это, по сути, проявление бунта. Контр-сценария. То есть, меня подавляет, я буду бунтовать против всего. Всего. Нет, чтобы сказать, что вот, дорогой, меня не устраивает то-то-то. Нет, чтобы сказать, дорогая, меня не устраивает то-то-то-то. Нет, вместо этого просто начали ссориться и все в одну кучу меня. Это классический контр-антисценарий. Или контр-сценарий. Вот. Так говорят. Вообще, контр-антисценарий, вещи разные, но в данном случае детализация излишне не нужна, я думаю. Вот. Значит, ну опять же, поссорили твух прах, это как бы растворение ответственности, уход от ответственности. То есть, не вы поссорили твух и прах. А вы, Светлана, расссорились в пух и прах. И вы, Светлана, расстались с молодым человеком. Заметьте, никто из вас в момент ссоры не остановился, не сказал, что мы делаем. Стой. Стой. Нет. Этого не было. На следующий день он начинает отношения с другой девочкой, которая, оказывается, знала о нашей ситуации. Она вхожая в общую компанию. Ну, это от обилия, от злости, от механизма защиты в виде замещения. То есть, мужчина просто, наверное, не привык быть один, ему нужна была срочная замена. Вот. Это, наверняка, от желания позлить вас, показать вам, что он, мужчина в смысле, может дрожить легко без вас, потому что, наверное, вы оба думаете, что друг без друга не может. Вот. Это потребность сделать что-то якобы свое, собственное. То есть, так как хочу я. Вот. Хотя, на самом деле, это иллюзия и не более того. Вот. Ну, и это на более такую длительную перспективу, это испытание для мужчины, потому что либо он поймет, что без вас не может и вернется к вам, уже понимая, что хочет быть с вами, либо он поймет, что вы были просто привычкой и без вас он, собственно, проживет и так далее. С этой девочкой скорее всего расстанет, потому что она просто ему как замена нужна. Да. То есть, она средство. Она средство. Вот. Ну, а девочка, она, в общем, девочка все понятно, не очень порядочная, с низкой самооценкой. Вот. Ошевидно завидует вам. Вот. Ну, и вообще, все, кто подбирает, подбирает, знаете, люди специфичные. Вот. Девочка выступает не во внешности и другим качествам. Это плохо, что вы пишете, потому что это идет в сравнении уже себя с ней. В сравнении себя с другим человеком никогда не хорошо. Вот. Соответственно, откуда это сравнение берется, кто вас научил этому сравнению, ну, это вот желательно будет тоже поисследовать. Вот. И чем вы руководствуетесь, сравнивая себя с ней. Опять же, вы можете сказать, нет, это объективно, это так говорят друзья. Это все верно, но вопрос в том, что вы принимаете это на веру. Понимаете? Друзья, все друзья в шоке от такого поступка молодого человека. Опять же, здесь социальный элемент. То есть, какое дело друзьям для того, что происходит у молодого человека и у вас в личной жизни? Понимаете? Какое дело? Ну, сегодня вы вместе, завтра вы разошлись. Они друзья. Они вам не судьи и они вам никто в этом плане. Понимаете? И это тоже негативный момент. То, что друзья имеют мнение по поводу поступков молодого человека или вас в личной жизни. Это значит, что есть элемент, опять же, социального давления. Социального ожидания. Которое не может не влиять ни на вас, ни на молодого человека. И оно порождает то, что в итоге происходит. Я не имею друзей. Понимаете? Я не считаю, что молодой человек поступает правильно. Не считаю, что он поступает достойно. Но. Но. Это его личный выбор. Это его право. Вот. Вот. И друзья не имеют права его судить. И не имеют права быть в шоке. А они, по сути, стали судьями для него. И защитниками для вас. А это уже треугольник Карпмана или треугольник судьбы. О нем можете почитать в интернете. Он старается, молодой человек, быть как можно чаще с ней там, где могу оказаться я. Ну то есть это вот желание доказать вам, что и себе, самое-то главное себе, что он без вас может сложить, что он, в общем-то, справился, что он свободен, что он ни к чему не привязан и так далее. Ну это, это, по сути, это страх. Это страх того, что он слабый. Это неуверенность в себе. Вот. Что тут еще сказать? Человек решает свои личные проблемы за вашу, по сути. И за счет этой девушки другой. Мне интересно, почему он сразу же начал отношения с девушкой, которая первая попала в подругу. Ну я вам ответил на этот вопрос. Мне интересно, почему вам интересно. Молодой человек поступил определенным образом, если для вас это неприемлемо, вы просто говорите ему все, дорогой, делай что хочешь, до свидания, пока-пока. Вот. Если вы понимаете, что он как бы, ну вот, бунтует, да, то, соответственно, включаете, включаете мудрость, да, и говорите, ну что, побегает, как бы вернется. Но опять же, если это для вас приемлемо, а если нет, то нет. То есть это непринужденно. Вот. Ну то, что вам интересно, говорит о вовлеченности эмоциональной в этом. И опять же, вы можете сказать, ну а как я могу быть не увлечен, не вовлечена, ведь мы с ним столько времени пробыли вместе. Да, окей, так и есть. Но. Но. Когда вы думаете о нем, вы не думаете о себе. Когда вы не думаете о себе, вы себя принижаете, вы себя обесцениваете. И когда вы себя обесцениваете, это дает возможность другим людям, таким как молодому человеку, вот так вот себя с вами вести. И считать, что это нормально. Ведь если бы молодой человек не считал, что вы его и что вы от него никуда не денетесь, так бы он, скорее всего, себя не вел бы. Хотя тут могут быть и другие причины. Как вести себя в этой ситуации? А как хотели бы вы себя вести? Что подсказывает вам чувства? Как вы считаете наиболее правильным себя вести в этой ситуации? Обидеться. Если да, то на что и какие причины. А проявить равнодушие. А поступить так же. Понимаете? Как бы, как вы хотели бы в этой ситуации поступить? Я не говорю, что это будет самый правильный поступок. Не говорю, что он будет самый верный. С точки зрения, опять же, той же психологии. Но! Очень важно поступить так, как вам хочется. Очень важно проявить именно свой личностный выбор здесь. Понимаете? Можно сказать, что если вы обидитесь и, например, перестанете разговаривать с ними, перестанете вообще как-либо его замечать, это будет, по сути, достижением цели для молодого человека. Можно сказать, что ваши обиды – это ваши проблемы. Это так. Но! У меня такое ощущение, что вы, опять же, не привыкли вести себя так, как вам подсказывает ваша интуиция, ваша система ценностей и так далее. Поэтому здесь я отвечаю на ваш вопрос так. Какие у вас ценности, вот исходя из ценностей, нужно себя вести? Если вы отдаете большее предпочтение чести, достоинству, то нужно этого человека игнорировать, потому что он поступил очень некрасиво. Если вы придерживаетесь других ценностей, то, соответственно, нужно вести себя в соответствии с ними. Что движет мужчинами, какова их логика? Логики у мужчин здесь нет, вопреки мнению, что мышка логика самая логичная. Мужчинами движет стремление самоутергиции показать, что он сильный, что он вообще достойный, что он вообще мужик. Вот. Что делать, если не понимаешь вообще как так и что происходит? Что делать в этой ситуации? Спросить тебя, что мешает понять, ведь всё на самом деле очень просто. Какое желание мешает понять? Что, что стоит на пути к пониманию? Что стоит на пути к принятию того, что вы больше не вместе? Это первое. И второе. Если не понимаешь как так и что происходит, задать вопрос, а зачем понимать? Нужно понимать, что делать мне, а не кому-то там. Ну и последнее. Если не понимаешь, что вообще что происходит, нужно просто оставить всё как есть. Время расставится в все точки над И. Если не понимаешь, что происходит, то и делать ничего не нужно. Потому что можешь навредить. Можешь, конечно, сделать и на пользу, но очень большой риск навредить. Если навредить, то это уже не изменилось. Далее. Неужели на этом поставлена точка? Здесь как бы возникает вопрос, а чего вы хотите? Если вы хотите отношения вернуть, то нет, точка не поставлена. Потому что мужчина скорее всего девочку то бросит, вернётся к вам. Вот. Если вы считаете, что отношения прошли точку невозврата, для вас это неприемлемо и вы этого никогда не простите, то да, точка поставлена. То есть, опять же, здесь нет вашей личной ответственности, здесь нет вашего решения. Здесь вы как бы предлагаете мужчине решить за вас. А это, ну, не серьёзная позиция, это детская позиция. Он решил, он вот так себя повёл. И теперь, если он захочет вернуться, что будете делать вы? Вот и всё. Что будете делать вы, чтобы что? Вот исходя из этого, и вы ответьте себе на вопрос, поставлена точка или нет. Вот. Я думаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Есть у меня такое чувство, что можно было бы что-либо добавить ещё. Например, порассуждать о том, что может двигать мужчинами, порассуждать о мужской логике. Вот. Но это очень долгая тема, о ней можно говорить очень много. И я не думаю, что здесь это, здесь это имеет какое-то значение. Ну, просто потому, что о любовной психологии, о психологии любви написано очень много. Но проблема в том, что это всё не психология. Ну, вот. И говорить о том, что движет мужчинами, можно только если знаешь этого мужчину. Ну, знаешь человека. Человека мы не знаем, поэтому можно говорить о том, что движет вами. Вот. А вами, скорее всего, движет страх одиночества. Вами, скорее всего, движет ревность. Вами, скорее всего, движет неуверенность в себе, раз вы сравниваете себя с другой девушкой. И вас, скорее всего, вами, скорее всего, движет страх перед будущим. Вот. Как жить дальше, и как же вот наши семьи, они знакомы, что я им скажу. Вот это вот социальный несвободный элемент, элемент подчинения. Вот. Именно это вами движет. От этого всего можно освободиться, можно стать свободной от любого общественного мнения и самой выстраивать отношения. Но для этого нужна определённая работа. Вот. А мужчине движет, на самом деле, довольно простые чувства. У него задето самолюбие, его унизили, всё. У мужчины очень болезненное самолюбие. Поэтому, в общем и целом, в простоте, это самолюбие. Уязвлённое, болезненное, задетое самолюбие. Вот. Ну а углубляться более детально можно только после обозначения психологического портрета молодого человека. Вот. Я думаю так. По поводу того, как вести себя в данной ситуации, тоже можно добавить и сказать, что наиболее правильно с точки зрения психологии вести себя абсолютно равнодушно. То есть, порадоваться за мужчину, сказать им, я очень рада за тебя за то, что ты счастлив. Вот. Это называется принцип психологического айкида. Ну. А принцип принцип амортизации. Точнее. Точнее. Вот. Это наиболее правильно. Но опять же, считаю ли я, что так правильно? Нет. Потому что если вы поступите так, как вам скажут правильно, это будет опять не свободная позиция. А с учётом того, как вы себя представляете, с учётом того, какая у вас ситуация сложилась, мне кажется, лучше поступать неправильно так, как хочется. Именно здесь. И именно это позволит вам понять, поставлена ли точка на самом деле или нет. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.